Всем здорова, чуваки! Вы находитесь на канале Мишарин. Меня зовут Сергей и сегодня мы с вами поговорим об эффекте двойной экспозиции. Наверняка хотя бы раз вы уже видели эффект на фотографиях, например, таких, вот таких, ну или может быть вот таких. И прямо сейчас я вам расскажу о том, как создается эффект двойной экспозиции на видео в программе Adobe Premiere Pro. Ну что, вы готовы? Тогда начали! Ну что, вот мы в программе Adobe Premiere Pro и для эффекта двойной экспозиции понадобится два файла. Первый файл у нас будет в качестве фона. Я нашел вот такую вот краску, которая постепенно опускается на дно, находясь, видимо, где-то в аквариуме, я так понимаю, вот. И возьму какой-нибудь отрезочек отсюда, например, вот, ну примерно что-то такое. Но в качестве основного видео я взял не человеческий портрет, а я нашел на белом фоне только лишь копилку-свинюшку. Это все, что мне удалось найти. И также ее обрезаем. Вот она у меня просто стоит на белом фоне и крутится. Очень важно использовать основное видео на белом фоне, потому что белый у нас не будет вырезаться никак и он не будет прозрачным. Соответственно, прозрачным будет только сам объект, который находится на белом фоне. Для того, чтобы у нас получился эффект двойной экспозиции, нам нужно, чтобы белый был непрозрачным, копилка-свинюшка стала прозрачной и под которой как раз появится фон с краской. Для этого нам нужно зайти во вкладочку Effect Controls, Opacity и здесь есть Blend Mode, то есть режимы наложения, которые нам нужно будет поменять. Для тех, кто не смотрел прошлый выпуск, он вот здесь вот по подсказочке вылезет и можете посмотреть его. Я как раз там рассказываю про режимы наложения, с помощью которых можно быстро отцветокорить ваше видео. Очень простой способ и никак не нагружает ваш компьютер. Советую посмотреть, я думаю, что вам будет интересно. Ну вот получается, зашли мы в Blend Mode и здесь есть режимы наложения. Мы меняем режим наложения на Screen, то есть все темные участки, они станут прозрачными. Нажимаем на Screen и теперь у нас копилка-свинюшка стала прозрачной, а то, что было белым, остается белым. И теперь подгоняем просто фон под свинюшку. Заходим в Video Effects и здесь меняем позицию. Ну и тем самым мы добиваемся кого-нибудь вот такого положения. Но, как вы видите, здесь возникает вот такой вот косяк. Нам нужно его сгладить. И как мы это делаем? Мы берем, нажимаем на фон, во вкладочке Opacity есть три режима маски. Выбираем Pentool и обрезаем просто вот прям вот так вот, прям вот так вот грубо можно обрезать. С помощью вот этой вот пипирочки, вот этой вот пипирочки мы тянем за эту пипирочку. И тем самым размываем границы маски. Естественно, чем вы дальше будете тянуть, тем дальше у нас размоется маска. Но нам нужно не совсем сильно, примерно вот так. И теперь у нас этой обрезанной линии нет, все, она исчезла. И тем самым получается вот такой вот красивый эффект двойной экспозиции. Осталось только подогнать по цвету и посмотреть на готовый результат. В данном случае цвет мы редактируем у фона, потому что копилка у нас, естественно, прозрачная. Поэтому заходим в эффекты, видеоэффект, Color Correction и выбираем Lumetri Color. Ну это универсальный, универсальный плагин для цветокоррекции. Переходим в Color Wheels. И тут есть три цветовых круга. Вот эти ползунки отвечают за яркость правый, средний за средние тона и shadows за тени. И мы смотрим, то есть поднимаем яркость, например, водички чуть-чуть и опускаем тени. Опускаем, прям до максимума можно опустить. И можно средний чуть-чуть приподнять. И меняем цвет, введем немножко в розовый, а в тенях можно немножечко в голубую ввести. Ну и на этом эффект двойной экспозиции завершен. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Обязательно ставьте лайк и расскажите об этом видео своим друзьям. Потому что, возможно, кто-то об этом первый раз слышит. И даже не знает о таком простом способе в Adobe Premiere Pro. Так что всем до скорого! Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok